13 заседаний и 35 дней. Именно столько потребовалось судье Лефортовского суда Маргарите Котовой, чтобы рассмотреть дело Алексея Навального и на 14 заседании на 36 день вынести ему приговор. 9 лет колонии строгого режима и штраф в 1 миллион 200 тысяч рублей. Прокурор просила для политика 13 лет заключения. Слушания по делу Алексея Навального начались 15 февраля и проходили прямо в исправительной колонии в городе Покрове Владимирской области. Там политик находится с весны 2021 года, после того, как суд заменил ему условно срок наказания на реальный, по делу и фраше. Этого добивалась Федеральная служба исполнения наказаний, утверждая, что Навального не приходила отмечаться в инспекцию. Сам политик в это время лечился в Германии от последствий отравления боевым веществом группы «Новичок». Когда в январе 2021 года он вернулся в Россию, его задержали в аэропорту Шереметьево, а затем арестовали на месяц по ходатайству в СИЛ. То заседание по избранию меры пресечения проходило, кстати, тоже не в суде, а в отделении полиции в подмосковных Химках. «Свободу Алексею Навальному! Свободу Алексею Навальному!» Почему нынешний процесс проходил не в суде, а в колонии, власти объяснять не стали. На моей практике подобного не случалось, говорила перед началом слушаний адвокат Навального Ольга Михайлова. Соратники оппозиционера полагали, что такое решение принято, чтобы осложнить работу защиты и освещение процесса. По сути, так и произошло. Адвокатам запретили проносить на заседание в колонию ноутбуки и телефоны. Журналисты жаловались на постоянные проблемы с трансляцией заседаний. Расслышать, что говорит судья во время оглашения приговора, было практически невозможно, сообщала Медиазона. Суд признал Алексея Навального виновным в мошенничестве и в оскорблении судьи. Следствие утверждало, что политик потратил на личные цели 365 миллионов рублей, перечисленные в частности в основанный им фонд борьбы с коррупцией. Теперь фонд признан в России экстремистским и запрещен. По словам прокурора Надежды Тихоновой, было известно, что деньги собираются на, цитирую, «заведомо неосуществимую цель» выдвижения Навального в президенты Российской Федерации. Добровольные пожертвования на общественную деятельность не могут расцениваться как хищение, напоминала позицию арбитражного суда адвокат Навального Ольга Михайлова. Во время рассмотрения этого дела со стороны защиты выступили почти 30 свидетелей, которые жертвовали деньги фонду Навального. Свидетелей обвинения было 16, среди них бывший сотрудников БК Федор Горожанко, который заявил о давлении со стороны следователя и назвал это уголовное дело абсурдным. В эфире ютуб-канала «Популярная политика» Горожанко, который покинул Россию после выступления в процессе, рассказал соратнику Навального Ивану Жданову, как следователь готовил его к заседанию и угрожал ему. Обвинение Навального в оскорблении судьи связано с делом об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, по которому в феврале прошлого года Навального оштрафовали на 850 тысяч рублей. Во время того процесса Навальный активно спорил с судьей Верой Акимовой и, как теперь утверждает обвинение, неоднократно оскорблял судью, называя ее оберштурмбанфюрером и предлагая перестать позориться. Алексей Навальный на протяжении всего процесса заявлял, что его судят за политическую деятельность. После приговора в его аккаунтах в соцсетях появилась следующая запись. «Девять лет строгого режима. Мой космический полет немного затягивается. Корабль попал во временную петлю. Я очень благодарен всем за поддержку. И, ребята, хочу сказать, лучшая поддержка и мне, и другим политзекам – это не сочувствие и теплые слова, а действие. Любая активность против лживого и воровского путинского режима. Любое противодействие этим военным преступникам. В 2013-м, услышав свой первый приговор, я это написал и сейчас повторю. «Не бездельничайте. Эта жаба, сидящая на нефтяной трубе, сама себя не скинет». «Это неудивительно, что Путин хотел бы держать Алексея в тюрьме все время, что он у власти. Мы абсолютно уверены, что это его прямой приказ – посадить Алексея». Сказала накануне оглашения приговора пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Еще один соратник Алексея Навального, Олег Степанов считает, что политик выйдет на свободу раньше окончания срока. Вот что он заявил радио «Свобода». «Очевидно, что Алексей не будет отбывать этот срок до конца. И сколько бы ему не выписали, 9, 13, как запрашивала прокуратура, 120 или бесконечное количество лет, он выйдет быстрее, как только Путин потеряет власть. И я думаю, что этот процесс сложно прогнозировать. Но в последнее время очень много факторов, которые говорят о том, что это может произойти быстрее, чем нам кажется». После оглашения приговора на выходе из колонии задержали адвокатов Алексея Навального – Вадима Кобзеву и Ольгу Михайлову, когда они общались с журналистами. Позже защитников отпустили. Судя по всему, в ближайшее время Навального переведут в другую колонию. Суд приговорил его к строгому режиму. Помимо прочего, для заключенного это означает меньше свиданий, меньше посылок и передач. Соратники оппозиционеры утверждают, что на протяжении всего процесса судья Маргарита Котова регулярно созванивалась с сотрудником администрации президента. А за четыре дня до оглашения приговора Котова получила повышение и теперь будет работать в Мосгорсуде. А тем временем продолжается следствие по делу о создании Навальным экстремистской организации и некоммерческой организации, посягающей наличность и права гражданам.